Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзор Toyota Avensis. И по традиции хочется сказать, что у нас будет две версии обзора, короткая и длинная. И если у вас мало времени, тогда щелкаем по ссылке и переходим на короткую версию этого обзора. Toyota Avensis первого поколения. Машина впервые увидела свет в далеком 1997 году. Машина выпускалась на хорошо зарекомендовавшейся платформе T220. На этой же платформе у нас выпускались Corona, Carina E и Caldino. По своей же классификации автомобиль встал как раз между Corona и Carina. Автомобиль чуть меньше, чем Toyota Carina E, но тем не менее значительно больше, чем Toyota Corona. Подвеска типа MacPherson спереди и многорычажная винтовая сзади. Спустя три года был произведен рейстайл, который главным образом затронул силовые агрегаты. Все они стали снабжаться фирменной системой изменяемых фаз газораспределения или VVTi. Также незначительно был изменен облик автомобиля. В 2003 году на смену первому поколению Avensis пришло следующее поколение, которое значительно преобразилось внешне. Нам попала на обзор машина 2002 года. Это уже рейстайл. В целом по Toyota особенного, который конца 90-х годов, конца прошлого века, хочется сказать, что по ним скучно делать обзоры. Но их ничего не ломается. Они ездят спокойно. Никаких особых проблем своим владельцам они не доставляют. Действительно, о чем тут рассказывать? Простая, хорошая, рабочая лошадка. Модель пришла на смену Toyota Corolla E в далеком 1997 году, при этом сохранив ту же самую базу. То есть, вообще, в целом, под одинаковой фактически базой выпускалось три машины. Это Corolla E, Corolla E и Toyota Avensis. Здесь уже мы имеем рейстайл. У Toyota строго раз в 7 лет они выпускают новую модель. Раз в 3 года делают ее рейстайл. И конкретно здесь, хоть внешность не сильно изменилась. Мы, кстати, имеем на обзоре достаточно редкий кузов. Это универсал. Действительно, крайне редко встречается. В основном, это седаны. В 1997 году эта машина вышла. И уже в 2000-м сделали ей рейстайл. При этом, внешне она изменилась не сильно. Все тот же самый стиль, биодизайн, который был модный в 90-е годы. На данный момент, конечно, дизайн можно считать немножко устаревшим. Именно вот это первое, что исправили в 2003 году, когда вышло новое поколение. То есть, он уже стал таким более космическим, более агрессивным. Да, возможно, внешне эта машина уже где-то чисто внешне немножко устарела. Но все еще она не потеряла свое былое величие. Тем более, вот здесь мы видим достаточно удачный серебристый цвет. Вообще, чем хороший серебристый цвет, на нем не видно грязь. Его можно вообще не мыть. И он будет все так же симпатично смотреться. Кстати, сейчас она чистая. Основное же изменение у нас произошло под капотом. Конкретно сюда добавили гамму двигателей, оснащенных фирменной системой VVT-i, фирменной системой изменяемого газораспределения. Фирменная системой VVT-i. Они снабжены, эти двигатели. До рейстайловых же двигателей, менее, скажем так, технологичные. Их было три всего. Это 1.6, 1.8 и 2 литра. 1.6 и мощность 110 лошадиных сил. Которого, допустим, для Алматы с ее подъемами и спусками категорически не хватало. 1.8 был более удачный двигатель. Намного больше крутящего момента. Уже 118 лошадиных сил. И самый замечательный двигатель, вот дорестайловый, это был 3SF-E. Он остался на колоссальное количество различных Toyota. Начиная от RAV4, тех же Carina E. Зарекомендовал себя. Базару нет. Удачный кадр вышел. 3SF-E. Ставился на огромное количество машин. Зарекомендовался как крайне удачный двигатель. И лично мое наблюдение, что мне довелось ездить на такси, японских такси, которые тоже были снабжены 3SF-E, но на газе. Это феноменальная тяговитость этих машин. То есть, действительно, прям очень сильно удивился в Гонконге с их колоссальными подъемами и спусками. Двигатель 3SF-E с коробкой автомата с простым четырехдиапазонным автоматом тянул очень-очень бодренько. Но здесь же у нас BBTI. Увы, но все новое не всегда, значит, самое лучшее. Так, например, первое, с чем придется столкнуться владельцам рестайловых Avensis, это увеличенный расход масла. Что неприятно, особенно если сравнивать Avensis с дорестайловыми моделями, у которых такой проблемы не наблюдалось. Эту проблему победили только в 2005 году в рестайле уже следующего, второго поколения. Но это уже совсем другая история. И VTI, значит, в этом отношении две вещи. Во-первых, у двигателей больше момента на низах, а в целом полочка момента более ровная. Все те же самые 1.6, 1.8, 2 литра. Я, правда, не упомянул про дизель, который тоже в целом очень хвалят, говорят, прям очень удачно. У них получился дизель, но в наших краях дизели не особенно любят. Хотя вроде зимы мягкие. И по компоновке все то же самое, вроде бы, похоже на 3SFE, но по факту это совершенно другая башка. Что значит VVTI? Это значит, что, в общем-то, те, у кого был ВАНОС на BMW, знают эту систему. На впуск распредвали стоят на шестернях непосредственно устройства, которые немножко докручивают, поворачивают распредвалы на нужный угол в зависимости от оборотов. То есть нет такого, как в ТЭКО, пинкообразное повышение момента, повышение мощности. Оно более плавное. Все сделано для того, чтобы именно полка момента она была более ровной. И вот если, допустим, в 3SFE максимальная мощность достигалась при 5500 оборотов, то здесь на VVTI она уже достигается, это двухлитровый VVTI, она достигается на 5000 оборотов. При этом момент, в принципе, такой же, но опять же достигается по его максимальным показаниям раньше. Интересно, что двигатель развернут. То есть, ну, в общем-то, это не такая редкая компоновка. Впускной коллектор, который здесь уже пластиковый. И вот выпускной коллектор, который был болезнью 3SFE. Те, у кого 3SFE, знают то, что, ну, скажем так, когда машины перевалили 150 тысяч, он начинает тарахтеть. Это теплозащита. Она немножко расслабляется, болты начинают тарахтеть. В общем-то, ничего особенного в этом нету. Но иногда действуют на нервы. В основном компоновка очень удачная. И вот обратите внимание, вот специально хочу сейчас у хозяина спросить, до этого не спрашивал. Как давно ты открывал капот? Я до легких масла каждый день. А, то есть... Скажем так, здесь фокус не прокатил из-за того, что это VVT-i. Если бы было 3SFE, то вполне возможно бы, капот бы не открывался вовсе. Но, к сожалению, здесь не прокатило. Да, VVT-i, непонятно почему, практически все вот эти 1.6 и 1.8, они, увы, жрут масло. Ну и 2-х литровый тоже. Ну и так, чтобы прям жрут. Но до 2005 года, но с 2005 года уже была другая модель, уже был не рестайл. Да, они исправили это. Они это уже исправили. Но, тем не менее, такой вот минус вы должны учитывать, когда покупаете именно машину с VVT-i. Поэтому лично бы я для себя выбрал бы до рестайл. Но с другой стороны, что вот конкретно эта модель, эта модель 2002 года, но вообще сейчас самому молодому Avensis именно в этом кузове, ну, уже сколько получается? Больше 10 лет. Если брать до рестайловые, то там возрасты будет еще более почетнее. Но при этом всем, особенно если там 3SF, в общем-то, ломаться действительно в машине нечему. И отъезжаю... Да, я спешу издать вниз. Да? Там есть лестница слева. И отъезжаю даже эти машины по 300-400 тысяч. Даже если вы берете машину, по большому счету, на бушной машине вы не знаете, какой точный там пробег. В любом случае, скорее всего, проблем у вас не будет, потому что действительно машина достаточно выносливая. Ну, вот единственное, да, конкретно здесь жор масла. При этом я бы не сказал, что это какая-то серьезная проблема. Ну, да, только единственное, что приходится открывать крышку капота раньше. Да, в принципе, все, что-то сказать. А, да, достаточно высокое давление в системе, поэтому, как и желательно, за антифризом здесь следить. То есть, видите, именно хороший антифриз. Помните, сюда идет G12. Кстати, удивительно, что нигде об этом ничего не сказано. Да, желательно сюда G12 антифриз. Теперь, что касается ходовой части автомобиля. Спереди. Спереди у нас самый типичный МакПерсон. Причем, этот МакПерсон у нас точно такой же и на Каринах, и на Коронах. В общем-то, еще на куче других машин. Ну, конкретно здесь амортизаторы взаимозаменяемые между этими тремя моделями. Карина, Королла, Авенсис. Сам же Авенсис по сравнению с Кариной Е чуть-чуть короче. Очень сильно габаритный он похож на Тойоту Калдину. Ну, и вообще, внешне это фактически одна и та же машина. Калдина, Авенсис, это одно и то же. Единственное, что, как я сказал, Авенсисы в кузове универсал это редкость, ну, а Калдина, они все в кузове универсал. Надеюсь, в Калдина там еще на тест попадет. Хотя, технически, это две из одинаковых машины. Просто разное расположение руля. Все-таки, хотелось бы сравнить вот Авенсис и Калдину. Тем более, что и та, и та фактически с одного поколения. Немножко про ресурсы передней хочется отдельно сказать. Части, ходовой части. Ломаться нечему. Сайлентблоки ходят очень долго. Амортизаторы выхаживают по 40 тысяч даже по нашим дорогам, даже не в оригинале. Колодки передние выхаживают, если в оригинале, по 60 тысяч. Обычно после этого их надо менять. Задняя ходовка, задняя подвеска это независимо многорычажная. Но в любом случае, действительно, именно благодаря задней подвеске у нас... Стойте, я уже резину пора менять на зимний. У нас достаточно, нестаря на такие, скажем так, ну, в общем, машина, прямо скажем, не спортивная, но даже несмотря на это, она достаточно неплохо держит дорогу. И, если мы говорим про трассу, если мы говорим про простое городское использование машины. Конечно, как-то полегачественнее на ней можно, только если у вас двухлитровый двигатель, потому что меньше, чем 2 литра, никаких таких спортивных задавок у нее нет. Да и двухлитровым двигателем погоняться, в общем-то, мало с кем можно. Самое большое достоинство этого автомобиля, это, безусловно, его огромный багажник. Так, машина по сути своей такая рабочая лошадка, сейчас с тонировкой мало чего видно. Вот, видно, да, что постоянно хозяин этой машины возит с собой масло, но в остальном, как видите, здесь такая пустота и достаточно все комфортно. Действительно, зачем здесь перегружать багажник, если в любой момент можно перевезти достаточно много всего. Очень удобно вот эта вот шторка, к сожалению, по-моему, она не во всех комплектациях есть. Лично мне вот такие шторки очень нравятся. И вот видно здесь, в отличие от Duster, что она не с какой-то другой машиной, а конкретно вот прям разроматывалась видно под этот кузов. Потому что в Duster, если вы помните, там было, что было. Есть у нас, по-моему, задняя розетка прикуривателя, где-то здесь. Есть, нету. Нету, вот, кстати, вот этот вот минус. Можно ниже загляну. На удивление, мало запчастей. Вот что значит, машина не ломается, да? Когда в иной раз в менее надежную машину смотришь. И вот смотрите, неудобная, как всегда, ручка. В общем-то, ее практически невозможно здесь взять. Но закрывается, но закрывается, а багажник при этом нормально. Особых таких проблем нет. действительно сложно что-то сказать по машине, которая не ломается. Если бы она здесь ломалась, если бы насыпалась, можно было бы что-то сказать. Но так остается в том, что даже если вы взяли, скажем так, убитую, убитая Венсис, либо Карину Е, там, то вам придется выложить заходовку наших в Тенге. Это приблизительно 150 тысяч, ну, это приблизительно тысячи долларов. И после этого у вас полностью заходовка будет в идеале. Если, не дай бог, проблема была с дорестайловыми двигателями, то они на разборах стоят приблизительно 500-700 долларов. Также недорого стоят коробки. Причем это такие, скажем так, свежие коробки. И с первым, и со вторым проблем никаких нет, потому что стоялось на огромное количество машин. С пост-рестайловыми, с VVT-ами, но здесь да. Но даже если, не дай бог, вы не найдете ее на разборе, в принципе, капиталка тоже встанет в те же самые, как 500-700 долларов. Так что это не такие космические деньги. Ладно, перейдем к салону. Но перед тем, как перейти к салону этого автомобиля, хочется все-таки добавить ложечку дегтя. Ведь не может быть так все идеально. И в нашем случае, безусловно, это кузовные детали. Если, не дай бог, вы попадаете в ДТП, платить за кузовные детали вам придется, как и на любую другую новую машину. Проще говоря, платить придется немало. Слабая популярность этой машины на вторичном рынке, их просто банально меньше, чем тех же Camry. И иной раз даже за бэушные запчасти вы будете платить значительно дороже, чем за новые. Такие вот превратности судьбы. Сразу по традиции полностью сидели назад. И в салоне все до боли знакомо. Все тойотовское, все в общем стиле сделано. козыречек. Такое ощущение, что не от этой машины. Как-то он сюда немножко нелепо встал. Ну, да ладно, в принципе, до козыреков придираться. Дело, в общем-то, достаточно неблагодарное, тем более, что здесь они, в отличие от той самой Priora, не сломаны, хотя в машине, конечно, лет намного больше. Есть у нас подочечница. Да нет, это не подочечница, это так. Ну, какие очки сюда можно запихать, о чем ты говоришь? Самые маленькие. Да, это не подочечница, это так. мусоросборник. Вот, очень удобное центральное зеркало, потом его поправишь. И неудобные боковые маленькие зеркала, в них действительно мало чего видно. Слава Богу, что здесь вот у нас хотя бы зеркало такое с полусферы идет, которое у нас убирает мертвую зону слева от нас. Но в целом зеркала очень маленькие, для такой достаточно большой машины. Селектор коровки передач. По-моему, у них у всех на машинах на 90-х годах вот этот селектор коровки передач был. Что в правом, что в левом руле. Очень приятный на общем пластик, я очень сильно скучаю по нему, хотя у меня вот Toyota не было, у супруги была Toyota, но действительно селектор коровки передач вот это вот ощущение приятное такое резинового пластика, оно вот очень приятно действительно. И что мне еще нравится, смотрите, машина дешевая, она по своему классу была между Кориной, короной получается, и где-то между Camry. Вот, то есть это получается у нас есть класс А, есть класс Б, есть С-класс, и вот эта машина Д-класс. И обычно Д-класс это не маленький Е-класс, а это большой Б-класс, получается С-класс, то есть это такая вот ниша, которая вроде бы чуть больше, чем С-класс, но по комфорту обычно такой же, как С-класс. Так вот здесь сделали по-другому. По сути, внутри себя не чувствуешь ущербным, то есть внутри очень хорошая шумоизоляция. Вот я закрыл дверь, мы не слышим никого вокруг нас. Не по деньгам, не по классу машины хорошая шумоизоляция. Вот эта вот панель, она один в один, как на Camry, то есть вот тоже самый пластик, она очень приятная, нигде не скрипит, машине, сколько сейчас получается, 11 лет уже, 12, 12 лет уже машине. Большой вот этот вот бардачок, да, он меньше, чем в Camry, но он тоже достаточно таких приличных размеров. Вообще, по большому счету, разница между Camry, вот сейчас, если я сижу на водительском сидении, то только вот в ширине салона, то есть да, в Camry она шире. Все, на этом у нас заканчиваются какие-нибудь изменения. Вот этот вот пластик под дерево выглядит приятно. Да, сейчас это получается уже архаизм, сейчас уже так делают китайцы, поэтому это нифига не круто, но в конце 90-х годов, в начале 2000-х это действительно был тренд. Обратите внимание, стоит климат-контроль, это европеец. Причем надо заметить, что именно Avancis собирали в Англии. Именно там же собирали праворульные Avancis, которые практически нигде не встретят, потому что, ну, больше как-то, если уж правый руль туда тащили Caldin, они были дешевле, а вот в Англии, тем не менее, есть именно Avancis с правым рулем. Так что по салону придраться действительно не к чему. Единственный минус самого Avancis как такового, это все-таки рабочая лошадка. То есть нельзя сказать, что эта машина такая, имеет спортивный какой-то характер. Эту машину просто берут и на ней просто ездят. И просто не знают проблем. То есть, чтобы переезжать из точки А в точку Б, ну, лучшего варианта, наверное, просто нет. Нет проблем. Нет никаких сложностей. При этом есть достаточно приятное управление. Не замороченная ходовая часть. замороченный двигатель, да, после рестайла, увы и ах, это так. Но опять же, если вы возьмете второе поколение рестайл во второе поколение, там уже вы ВИТИА исправили. Там он хоть и технологичен, но все-таки не заморочен. Так что не знаю. Давайте попробуем сейчас на ходу еще эту машинку. Пристегнемся. Брелок с ключами никогда вместе не держите. Отстегнись его, прилепите куда-нибудь в другое место. Потому что, если, не дай бог, сигналка бывает, разблокируешь, ключи в машину кинешь, она заблокируется, и ты попадаешь. Либо, ну, если есть запасные ключи, то еще ничего. А вот когда... Ну, это надо ехать домой. А вообще лучше, конечно... Ну, и плюс, не дай бог их вытащат, если ключи, вместе с берегом сразу их украдут. То есть, лучше все-таки иметь это раздельно. И плюс, замок разбалтывается. Двигатель. Слышно. Больше, чем я ожидал. Ручник здесь, вот в Camry, он получается, у нас есть ножной, бывает ножной ручник, здесь у нас он, здесь вот классический такой. Что даже, наверное, плюс. И мне надо пододвинуться. Все, третья машина, где мне нужно пододвигаться. Придется немножко, правда, подкорректировать руль. О, ямки. Можно я по ямке проеду? Мягко. Мягко и без лишнего шума. Не, ну, очень приятно. И двигатель действительно такой тяговитый. На ногах нажал и поехал. Вот в 1,6 здесь ему явно не хватает, особенно в оборотах до 2000-ах, тяговитости, то есть трогаться достаточно сложно. Здесь, правда, прям приятно себя чувствуешь. Зеркала, особенно правое, очень маленькое, в него нифига не видно, в левое тоже мало, что видно, но это хоть не так критично. Центральное, очень удобное. Теперь я понимаю, почему люди на колдинах гоняют. Действительно, так и провоцируют двигатели с его тяговитостью. Двигатель, когда здесь квадратный, то есть, что это значит? Это значит, что диаметры ход поршня одинаковые, вот именно в двухлитровом. То есть, это такой баланс между трактором, тракторного типа двигателя, и оборочистостью. У него максимальный оборот даже с ВВТА всего шесть с половиной тысяч. Но это и плюс, потому что, по большому счету, на высоких оборотах в городе ездить неудобно. Подобие мультируля, по-моему, это, да, это у нас управление магнитолой, да, вот это слева. 2002 год, в принципе, тогда считалось, это очень круто. Вообще, это комплектация не такая, не бедненькая. То есть, человек, который брал, эту машину, он мог немножко доплатить и взять, в общем-то, комплектация побольше. По, или нет, саму машину даже другую мог взять. Приятно, очень приятная машина на ходу, и действительно не хочется из таких машин вылазить. Вот есть, хотя я здесь дальше не поеду, тем не менее, да, вот здесь можно ездить и ездить, что называется. из категории тех машин, когда сказали, давайте поедем куда-нибудь далеко и ты просто светлый поехал. Кнопочки, power и вот эту вот, snow, вот здесь хотя бы по-человечески написали, snow. Power, в общем-то, получается, ускоряет переключение коробки передач, на обороты и на сами переключение никак не влияет, то есть просто скорость становится больше, за счет чего коробка чуть-чуть сильнее страдает, но при этом, честно говоря, особого профита вам не дает при езде на 402 метра, там что с power, что без power, она все равно будет ехать секунд 20 с небольшим, потому что это автомат. Snow уже иногда помогает, особенно, если учесть, что те же колдины, допустим, есть с полным приводом, с полным приводом не бывает, это жалко, но так вот, снова он реально решает, потому что коробка и двигатель за такой же, как у нас была на Vista в свое время, и надо сказать, что на той машине с всесезонной резиной, машина была не моя, поэтому была резина всесезонная, с режимом Snow действительно помогала, то, что со второй передачи трогается машина, то, что она так плавненько, не дает оборотам расти, действительно, по снегу, по льду, очень много раз меня это спасало, здесь еще все еще стандартная штатная магнитола, то, что ее не меняли здесь, с одной стороны, это показывает, что ее, в общем-то, опять же, хватает, а с другой стороны, у машины за счет хорошей шумоизоляции неплохой потенциал по автозвуку, но только потенциал, потому что подиумы надо менять, вот быстрее, такие динамики, то есть, они здесь маленькие, действительно, подиумы здесь нужно делать, если есть уж, ладно, автозвук, но за счет, опять же, универсала можно сюда поставить достаточно большой сабвуфер и, что называется, наслаждаться жизнью, при этом ты не теряешь багажник, ну, когда будем насчет колдины разговаривать, там как раз таки автозвук, ну, так, немножко сделан, и вот там нам будет о чем поговорить, действительно, вот именно то, что вы поставите, здесь сразу звучит достаточно неплохо, куча аэрбэгов, я смотрю, по машине, это и боковые аэрбэги, это и, да, и аэрбэк-поедителя, аэрбэк-пассажира, где еще? Еще под сиденьями, да, ноготь у нас есть, аэрбэги, вообще, кстати говоря, по поводу безопасности, в 2003 году, именно вот, в этом кузове, машина набрала какое-то там нерояльное количество звездочек по Евро-Инкап, и стала самой безопасной машиной года, причем, как для водителей, тут получается, водители-пассажиры, так и для пешеходов, она тоже достаточно неплохо себя показала, пешеходам не сильные травмы получили, ну, сравнительно, конечно, не сильные, так что, тоже такой, достаточно приятный показатель, даже в те времена умели делать безопасные машины, ну, как умели, их сейчас, на самом деле, разучились, так скажем, делать, тогда-то машины были сделаны на совесть, и вот, блин, грустно, вот, когда смотришь, знаете, вот, ну, как многие в комментах напишут в конце, а я уверен, они так напишут, типа, вот еще одно очередное старое ведро, да, типа, купи себе что-нибудь новое, типа, Solaris, там, да, это в лучшем случае, а то многие могут написать, что вообще Гранту надо покупать, и, типа, не езди, не выпендривайся на своем старом ведре, да, ребята, это старое ведро, оно еще, знаете, будет ездить и ездить, во-первых, вот эта машина конкретно, а не битая, соответственно, в общем-то, по кузову здесь проблем никогда не будет, и она своей смертью, как таковой, не умрет, все запчасти есть, они ходят долго, если за машиной следить, она еще проедет, ну, как минимум еще лет 20, это точно, а может быть еще и 30, даже если, не дай бог, умрает двигатель, его можно поменять, пока они не кончатся, когда они кончатся, его откапитарить несложно, ну, VVTi, да, сори, но я говорю про 3SFE, в худшем случае, можно даже будет свапнуть его, какое-то старое ведро, ребят, если ваша новая машина, она будет с дубовым пластиком, не вот так вот оно будет звучать, глухо, да, вот слышите, практически нет, не скрипит ничего, сколько лет прошло, а это будет просто погремушка, уже изначально с завода, нет, я люблю старые ведра, и вот, я не считаю эту машину ведром, внутри здесь опять же, ну, получается вот эффект дежавю с BMW пятеркой, пятеркой, что она, новые Toyota, новые Toyota, новая Karina E, о господи, новая, как она называется, Corolla, Corolla новая, она хуже в салоне, чем здесь, да, там красивее панель, да, ну, вот здесь единственное, то, что там такая космическая, новая, футуристичная панель, и все, на этом все, неудобный, дубовый селектор коробки передач, ну, здесь более красивая такая пластиковая панель, опять же, пластик, что здесь пластик у тебя поделешь, там будет пластик, ну, просто под алюминий, вот эта панель вообще гремит, в новой Короле, не знаю, ребят, такое, вы знаете, вот, ну, почему вот Toyota, ну, понятно, нет, в принципе, я знаю, почему она стала сейчас делать машины, как Sherpa Trepa, раньше делала нормальные машины, потому что раньше ей надо было, она была на втором месте, для японца быть на втором месте, это позор, она делала все для того, чтобы обойти General Motors по продаже, она выпустила огромное количество машин, вы посмотрите, между Кариной Е и Королой, и эта машина, она была такой, в серединке, то есть она была еще, больше, чем Королла, но меньше, чем Карина Е, потом полностью ее заменила, они делали тогда максимальное количество машин, в принципе, как таковых, они делали очень качественные машины, ведь здесь пробег, я вот, не посмотрел, 170 тысяч, странно, total, это очень, очень хорошее дело, в том, что пробег, но даже если бы здесь был бы пробег 400-500 тысяч, машина бы от этого не стала хуже, ну да, технически бы надо было просто больше чего-то делать, раз в год, но в целом-то, она была бы такая же хорошая, и когда сейчас приходишь в автосалон, я вот понимаю тех людей, которые говорят, что вот как это так получается, что я беру новую машину, она один хрен сломается, и вот это правда, сейчас какую машину новую, с автосалон не возьмешь, она будет ломаться, но единственное, корее сейчас подтягивается, потому что им тоже надо долю рынка отжимать, а все остальное берешь, действительно, еще у тебя машина 10 тысяч не проехала, она берет, то там, то тут, то что-то еще вылезет, это новая машина, почему они хотят, вот допустим, я вот не советую никому, кто сейчас ездит на машине, которая, скажем так, не доставляет головных болей, ее продавать и бирать себе что-то другое, потому что возьмешь новую машину, она будет доставать проблемы, потому что лучше тогда что-то свое родное, как-то вот, обидно, что сейчас таких машин уже не выпускают, есть, конечно, исключения, безусловно, но они все-таки уже сейчас исключения, тогда это было как правило, и еще одно, сейчас сколько такая машина стоит, приблизительно, вот, у меня спрашивали, ребята, кажется, если не ошибаюсь, с севера Казахстана, у меня попросили, сказать им, что мне взять, там, бушную Audi, Volkswagen, или новую Granth, Ребята, берите, Avensis, она лучше, чем Granth, она не доставит вам проблем, и запчасти есть в любой аптеке, конечно, да, на вас запчастей больше, и они стоят дешевле, но, блин, вы и делать, эта машина будет значительно реже, вы один раз ее сделаете, проблем не будет, вот эту машину надо брать, вот вы ее берете, и будете просто ездить, да, здесь нету потенциала в тюнинге, но и машина, для других задач, это простая рабочая лошадка, которая не доставит вам проблем, так что, вот он мой дедикт, Toyota Avensis, надо брать ее, Camry уже кончились, к сожалению, их все уездили, Karina E тоже сейчас уже разобрали, а вот Avensis, и за счет того, что их было изначально меньше, они еще живы, и, блин, здесь все есть, здесь интервал поворотников есть, автокорректор фар здесь есть, ну, здесь правда, он действительно повезло тебе с покупкой, машина хорошая, вот если бы еще бы здесь стоял бы старый, до рестайла двигатель, вообще бы машине бы цены не было, ну, а так вот, тоже неплохо, признаться честно, парктроники, кстати, еще есть тоже, когда мне сказали, что вот есть Toyota Avensis, я бы хотел, чтобы вы сделали по ней обзор, я немножко смутился, что можно рассказать о том, что можно рассказать о той машине, которая не ломается, о которой, в принципе, и так все понятно, а можно сказать только одно, таких машин больше не делают, и черт возьми, это чертовски обидно, что сейчас какое-то старое ведро, по всем характеристикам будет, лучше своих одноклассников современных, разве что дизайн, да, дизайн здесь простой, спартанский, ну, да хрен бы с ним, вообще вам сидеть, на самом деле, внутри машины, сложно рассказывать что-то о хороших машинах, сложно их поливать грязью, при том, что я не являюсь фанатом Toyota, на этом всем спасибо, ставьте лайки, это важно для развития канала, всем пока, Субтитры сделал DimaTorzok